Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, Владимир. Сегодня я коснусь одной из самых, наверное, тайных организаций. Это Ватикан. Я в своих уже видео рассказывал про библиотеку Ватикана. Но вот интересная статья мне попалась на портале Daily Star. Что тут пишут? Прежде всего, они уже ранее описывали, что Wikileaks утверждает, что ЦРУ использует наши телевизоры и смартфоны для прослушивания повседневных разговоров. Насчет телевизоров я еще сделал отдельное видео. Есть такая информация, что через телевизоры контролируют нас. Ну ладно, это другая тема. А вот сейчас у них есть подозрение, что ЦРУ может использовать технологии для манипулирования временем. И то, что самые могущественные правители мира имеют доступ к путешествиям во времени. И что общественность заслуживает того, чтобы знать. Так вот, поделились вот этими самыми секретными технологиями со спецслужбами именно Ватикан. По словам Ломберона Верби, у Ватикана имеется устройство, способное видеть сквозь время. С его помощью можно рассмотреть следы, оставленные прошедшими событиями, и соответственно наблюдать за сценами из прошлого и будущего. Ватиканская так называемая машина времени, состоящая из экрана и циферблатов, известна под названием хроновизор. С ее помощью нельзя физически перемещаться во времени, но можно не только видеть исторические события, но и слышать и сопровождающие их звуки. Будучи одним из мировых центров силы, Ватикан в течение долгого времени держал технологию под секретом, допуская к ней только союзнические страны. Вебре сообщил, что сразу после окончания Второй мировой войны два священника, монахи Пелегрино Эрнетти из Бенедиктинского ордена и Фрунса Брюне пытались рассказать миру о существовании этой технологии. Однако, конечно же, их СМИ высмеяли. Автор утверждает, что ЦРУ также был основан Ватиканом и во многом является иезуитской секретной службой. В 1960-х годах Ватикан передал принципы устройства хроновизоров Пентагон и ЦРУ. Разведка США стала сразу применять технологию в политических целях. Так в ЦРУ заранее узнали имена будущих президентов США и готовили их к вступлению в должность, влияя на их политическое мировоззрение. Аналогичным порождением Ватикана, по мнению Вебре, является и английские спецслужбы Ми-5 и Ми-6, которые также получили от церкви технологию хроновизора. Вебре является выпускником юридического факультета Ельского университета и членом Палаты адвокатов округа Колумбия. Помимо написания книг, он также ведет блог в интернете под названием «Экзополитика», на котором он излагает свою теорию существования хроновизоров. Вот такая информация. Так вот, что я хочу сказать. Помните совсем недавно историю с эффектом Манделлы? Если вы про это не слышали, можете погуглить или посмотреть у меня на канале. Что я думаю, не эти ли игры с машиной времени влияют на нашу сегодняшнюю реальность? Помните эффект бабочки, да? Какое-то небольшое событие потом оказывает в дальнейшем влияние на будущее. То есть будущее меняется, даже если, я не знаю, вы убьете бабочку. Минимальное событие может повлиять. Кстати, многие думают, что андроидный коллайдер был создан как некое устройство для перемещения во времени или хотя бы попытка это сделать. Откуда технологии? От Ватикана. Ведь не зря же у них самая огромная библиотека старинных письменных артефактов. Кстати, когда запускали андроидный коллайдер, в ближайших прилегающих странах останавливались и ломались часы. Короче, не знаю, очередная утка или нет, но есть интересные видео, где показаны люди с непонятными устройствами в руках, одетых не по моде того времени. Это, конечно, может быть притянуты факты, но вот все-таки эффект Манделлы, я считаю, невероятное явление, которое по непонятным образом почему-то забыто. Вроде была информация, а сейчас раз и стихло, все спало. Все про это забыли. Но я, конечно, к этому вернусь. Что говорить? Даже меня преследуют непонятные явления. Например, это связано с моим каналом на ютубе. Вчера захожу ночью, где-то в часа два, смотрю мое видео «Земля, тюрьма для душ», 4 части, набирает большое количество просмотров, около 3000 в час. Сегодня захожу с утра, как будто ничего этого не было. Мало того, смотрю нарушение авторских прав, то есть это было связано с тем, что там была мелодия, на которую заявили права. Хотя, когда я ее загружал, прав на нее не было. Смотрю статистику, как будто этого и не было. Никаких не было просмотров и видео где-то внизу. Как это происходит, для меня вообще непонятно. Я уже несколько раз это замечаю. Как вообще ютуб это делает, непонятно. В общем, тема довольно интересная. Я пока частично ее коснулся. Обязательно сделаю более такой подробный материал. Если вам видео понравилось, с вас палец вверх. С вами был Владимир. Пока, до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...